Встретились мы с Владимиром Тарасовичем, чтобы поговорить о Видновской дирекции киносети, одним из первых директоров, которой он был. Как оказалось, жизнь моего собеседника была интересной и плодотворной. В 1969 году сюда приехали, да? Да. Каким был город в то время? Был маленький, аккуратненький городок. Были, восхищались вот этими кирпичными домами на улице школьные, красивые смотрелись они. Ну а после начали строить, вот это советский проезд построили, начали советскую улицу строить, на этой строительной. Меня назначили сюда сразу же директором киносети, я был третьим по счету директором киносети. Занимался я развитием кино в нашем районе. Тогда, как это ни странно и неудивительно, было 90 киноточек в районе. 90. Это были, конечно, времена такие, как-то народ очень любил фильмы. Мы проводили массовые мероприятия вокруг этих фильмов, различные встречи с актерами. Люди приходили, одевались красиво, приходили на праздник в кинотеатр. Тогда попкорн никто у нас не грез и пиво не пили. Сами-то в кино ходили? Ну а как же? Обязательно. Для вас это был какой-то особый ритуал или как? Нет, я работа была, работа. Ну после, когда уже работал, например, с заведующим отделом пропаганды, где-то в район партии, после я перешел, конечно, я ходил в кинотеатр уже, как обычные зрители, со всеми ритуалами, с семьей, все нормально. Владимир Георгиевич Дмитриев был тогда председателем Гурсовета. Вот он мне сказал, вот давайте будем строить кинотеатр, определяйтесь, место где подыщите, пойдем посмотрим и определимся. Я пошел, посмотрел, конечно, по городу ходил везде, но все-таки решил, что Тимоханский пруд это как-то центр нашего городка. По сравнению, по крайней мере, вокруг все это центр как раз. Встал я там на месте и подумал, конечно, здесь отлично будет. А что было на этом месте? Там было, вот эти строили дома, там были глыбы еще строительного мусора, и овраг весь был заросший тростником, было очень грязно, все так-так. Я подумал, да мы организуем этот пруд, обустроим, и порешили здесь быть кинотеатром. И хотя сам кинотеатр построили гораздо позже этих событий, место и идея были заложены. А город продолжал расти и обустраиваться. Мы же тогда как, проводили субботники коммунистические ежемесячно, а вот по субботам, по весне, по осени даже два-три раза проводили. И администрации, мы работали, не все администрации, приходили, сажали деревья, уже сколько посадили. И вот здесь тоже посадили их тогда, и они вот начали расти. И вот каждое деревце я формировал, обрезал лишние ветки, все. И вот они такие ровные стоят деревья, поэтому. Проходя по улицам города, говорит Владимир Тарасович, можно увидеть немало деревьев, посаженных когда-то его руками. Он очень этим гордится, как и тем, что внес вклад в еще одно важное дело – организацию видным мотобольной команды. Приходят однажды ко мне молодые ребята, один из них второкурсник Института физической культуры, Валерий Нефантьев, начальник мотоотделения этого института с ним был, и представитель Досафин Четовкин наш, в третьем. И вот он мне предлагает, давайте мы создадим в нашем городе мотобольную команду. Нужно мотоциклы «Десяток-два», нужна форма спортивная, нужно место для занятий, нужна база, нужно, чтобы этих людей принять на работу, где-то оформлять, чтобы они получали зарплату. Их оформить надо, чтобы они старше шел трудовой и так далее. И я подумал, что ведь тогда этих Абрамовичей не было, который запросто себе купил мотобольную, какую-то команду футбольную, и все. А тогда-то надо было думать. Владимир Безбожный обратился к первому секретарю райкома Овсянникову. У нашего первого была такая слабинка. Он очень любил, когда район хвалили чем-то. Вот я приеду в совещание и говорю, Николай Михайлович, а нас хвалили вот за то-то, то-то, да. Он, были брови у него такие брежневские, сердитые такой. И он весь расслабевал, узнавался, да, ну хорошо. Вот я ему говорю, а вы знаете, это же только в нашем районе будет в одном такая мотобольная команда. В Московской области нигде нет такой, даже не только в Московской, и в соседних регионах нигде нет такой мотобольной команды. В то время велось строительство многих важных объектов. Молочная ферма в Молоковском поселении, тепличного комплекса в Московском. Мотобол требовала больших вложений, на которые не было предусмотрено средств. И все же при поддержке Кокса газового завода в 1972 году мотобольная команда была создана. Ну а Владимир Тарасович Безбожный стал одним из первых и преданных болельщиков команды «Металлур». В настоящее время именитый видновчанин занимается общественной работой, возглавляя организацию «Дети войны». Я бы хотел поздравить наших детей войны, которым младшему уже самому 75 лет, а старшему уже 90. Поздравить с этим юбилеем нашего города, потому что именно они внесли лепту и в строительство нашего города, и в благоустройство. Они здесь жили, они работали. Дорогие мои дети войны, поздравляю вас с этим праздником, здоровья вам крепкого, настроения отличного, и давайте будем жить долго-долго, встречать следующие юбилеи.